Пришла весна, скоро зацветут мои деревья, и в моем парке зачирикают птички. А как вы думаете, чего здесь не хватает? А не хватает здесь садовой лавочки. И вот я решил с кусков металла, всякого, сделать эту лавочку. Поехали! Вот нашел кровать какую-то старенькую, будем использовать ее. Также есть быльца с нее, вот кусочки металла еще пооставались. Короче, сейчас что-нибудь будем собирать с вот этого металлолома, короче. Может что-то и получится. Вот у нас еще ворота есть старые, с них может что-то срежем. В общем, думаю, сейчас что-нибудь придумаем и сделаем. Поехали! Разобрал я вот такую одну воротину. И кровать СССРовскую, сеточную такую, на которой мы прыгали раньше, как на батуте. Вот, и получилось у меня такие вот уголков, столько-то я собрал. И вот один угол. Сейчас буду сваривать уже. Варить буду сварочным аппаратом Аврора. Электродами УОНИ-1355. Буду вот сейчас один такой треугольник сделал. И точно такой же, симметричный, ему будет еще один треугольник. Это будут наши стойки для качели. Чем УОНИ нравятся? Тем, что они варят по краске, по ржавчине, пофиг им. Видите? Сейчас вот проварю вертикальный шов электродами УОНИ. Вот этот стык через стекло. Вот такие вот УОНИ-1355 наши. Падлы тухнут даже на Авроре. А я там, короче, на спец хотел что-то, блин. Так, смотрим, что у нас за шовчик получился. Видали? Когда с мусором, они похож шлак у них. Когда с мусором, да, вот по ржавчине варишь, у них шлак похож как обычный рутил типа. Потому что ржавчина смешивается со шлаком. И она получается темная, а не блестящая. Видите? Ну вот такой вот шов. Вот так вот выключаю. Вот здесь сейчас через стекло покажу, как варить буду. Вот этот уголок вот сварю. Вот здесь вот видите, чуть-чуть поменьше мусора. И шлак уже такой блестел сначала. Но он тоже потемнел, видите? Вот такой шовчик. Вот так вот варится. Выключай. Так, сейчас еще вот здесь вот поварю. Здесь уже обгорела краска. Может лучше шов уже будет. Посмотрим. И поставлю 100 ампер. Стар 100 ампер. Одеваю стекло. Все. Аврора хороший аппарат. У нее дуга пробивает краску вообще без проблем. Поджигается даже на краске, на ржавчине, где угодно. Поэтому я имею в виду вот эта Аврора. Покажи какая. Я имею в виду это Аврора. Я не знаю как другие, но это Аврора мне нравится. Хоть у нее и нет антисалипания. А аппарат класс. Выключай. Смотрим, что у нас тут получилось. Шлак все равно, видите, не стеклянный. Потому что, ну, мусора много. Вот такой вот шовчик. Вот они у электроды. Вообще они самые такие. Или отсыревшие, не знаю. Вообще они неплохие электроды, но не походу отсыревшие. Ну все, выключай. Так, рассказываю, как варить вот такой вот угловой шов получается. Видите? Вот. Уголок на уголке лежит. Держите дугу на нижнем уголке. Чтобы вот этот, где край, его чтоб не трогать. На край просто немножко сварочной ванны. Вот так вот накидываете. Ну как, водите вот немножечко, да, электродом вводите. И сварочной ванной сплавляете вот эту вот кромку. Дугу на вот эту вот ставить не надо, потому что будет некрасиво. Сплавите вот этот вот край, сплавите, и будет некрасиво. Сейчас я покажу, как надо делать. Одевай стекло. Глаза. Вот смотрите, что получается. Получается вот такой вот красивый шовчик. И край у нас целый. То есть, вот он край у нас, вот этот, да, остался целый. И все заварено. Видите? И шовчик ровненький, классный. Видно? С этой стороны покажи. Вот, сейчас виднее. Вот видите, вот этот вот край, он ровный остался. И шовчик ровненький лежит. А если вы будете по этому краю лежать, то он вот этот край расплавит и будет некрасиво. Выключай. День второй. Уже вот такая, собрал эти треугольнички, эти стоечки для качельки. Ну, сначала привет всем подписчики. Привет вам, всем класс. То есть, начинаем с металлолома собирать дальше качели наши. Вот я уже пустил вот так вот балку, обварил ее здесь, рутилом обварил, короче. Вот, пустил такую балку. Где я взял ее такую длинную? А я ее просто с кусочков, видите, соединил. Соединил с кусочков. Балку эту. И вот уже у меня углы стоят, короче, видно, да? Такая вот качелька получается. Дальше что? Смотрите, на низу, короче, пускаю еще уголок, пускаю на низ. Типа как он будет, короче, фиксировать, чтобы меньше качалась она. Тоже с двух кусков, короче, вот сплавил. Два разных уголка соединил. Соединил и сделал небольшие выступы, короче. Ну, чтобы вы поняли, чтобы... Вот она, видите, вот этот вот уголочек соединил еще с кусочков, с двух кусочков. Чтобы опоры больше было, я оставил еще вот здесь вот по 20 сантиметров по краям, чтобы больше опоры было. Понятно, чтобы она ни туда не качалась, ни сюда вот так не качалась. Вот. Также Аврора я варю. Хороший аппарат, мне нравится. Ну, такой для дома. Чтобы его не... Он пластмассовый весь такой. Вообще аппарат хороший. Но вот эта вот пластмасска, смотрите, я ее пальцем вдавлю, она вся шевелится. Ее можно пальцем проломать. Поэтому я ее в ней только дома варю, короче. Потому что жалко, если дорогой аппарат, если где-то стукнуло. Такое уже не купишь, короче. Те аппараты, которые продают сейчас Аврора, стикмейт 185, она уже совсем не та Аврора. Как вот эта, понятно, она даже легче на 2 килограмма. Так, ну что дальше делать? То есть вот я пустил вот эту, да, балку здесь, уголочек. Теперь еще вот здесь сейчас уголочек сделаю. Вот здесь уголочек сделаю. Дальше. А дальше я начну зачищать вот эти вот все сварку. Вы поняли, да? Всякая фигня тут, короче. То есть чистить ее полностью под подкраску. Готовить под окраску. Внутри вот так все поварено тоже. Здесь так же. Соответственно, вот эта балка, вот эта балка, она должна стоять вот так, а не вот так. Ну вот, уже вторую балку поставил. Вот она, видите, снизу. Вы помните, да, что я все это с металлолома собираю? То есть, вот с одной, вот с вот этих ворот, одна воротина пошла, вход. Кроватка такая старенькая, с батута. Ну вы поняли какая, на которой уголки хорошие. И все это СССРовская, очень крепкая. Постоит еще лет 200, наверное. Так, ну теперь зачищаем все это. И будем подготавливать, варить, короче. Покрасим, наверное. А потом будем придумывать само, короче, седло. И как его прицепить, короче. Ну вот, позатирался швы. Чтоб все было красиво, четко. Все, что здесь на уголке торчало, постирал там. Навесы были приварены. Это ж воротина старая была. К ней приварен был лист металлический. Все позатирал, позачищал. Вот, готовим покраски. Здесь тоже так тиранул чуть-чуть. Здесь. Готовим покраски. Красим, а потом будем уже думать, как саму качелю делать.